Здравствуйте, уважаемые коллеги! Интересные события происходят в этом мире. Достаточно давно обнаружил Форсайт 2050. Форсайт – некий проект, рекомендательный документ. Он не закон, но он все равно будет проталкиваться через Госдуму или просто в практику, как учить инженеров. Форсайт апокалипсис, что только нет. И вот есть Форсайт флот. Каждое лето на теплоходе собираются какие-то люди интересные и начинают рассуждать на тему, как нам правильно учить инженеров. Нас они не спрашивают, инженеров тоже, они сами знают. И вот так, среди прочих, там надо знать три, то есть все другое, третье. Знание английского и китайского языка третье желательно. Это на какие шиши и в какое время мы, скажем, в техническом ВУДе будем обучать еще и иностранному языку. Обучают, но на уровне читают, перевожу словарем в школе, ВУДе. То есть это надо начинать, наверное, в ВУДе гораздо раньше, как один аспирант у нас в Кае, на аспирантской конференции. Ну, хорошо уже обладел русским языком, но там сказали, нет ли затруднений. Ну, по-русски это вроде бы освоил. Ну, по-английски лучше, и так, небрежные фразы. У нас в Китае английский язык второй язык. С детского сада, так надо. Ну, всемирный язык, очень нужно, полезно его знать. Но вовремя начинать надо. И вот здесь товарищи, это форсайт флот и прочие, стремящиеся в будущее, они же совершенно не знают психологии человека, педагогики. Есть такое понятие лингвальный период, от слова лингвистика, лингвальный, да, 12-14 лет. Вот если до этого периода человек знает, ну, свой родной язык, родовой, естественно, семью он осваивает, и какой-то второй, третий там, неважно уже, да, он не сильно будет таким многоязычным. Ну, скажем, вот в Казани, в татарской семье, дома говорят о татарском, на улице в школе чаще на русском. Два языка он будет совершенно свободно знать, и очень хорошо, это переплетается, владеет ими. А вот если после 14 лет, или в студенческие годы, или даже более зрелые, ну, человек там русский, или татарин, скажем, решил еще освоить английский язык, ну, свободное владение, и даже занялся этим, сделал. Если он инженер, его инженерная креативность падает в половину, на 50%, он становится уже почти профнепригодным. То есть вот есть такой период, вот до 12 лет, когда это можно и нужно заниматься другим языком, но, опять же, хорошие методики должны быть, они просто тупые, там, present perfect, алфавит. И тогда это хорошо, а вот когда позже, уже, кажется, вредно знать второй иностранный язык, свободно. Правда, китайцев это не касается, им хоть 15 языков, они все хорошо осваивают, а вот нас, наши европейские мозги, такого не воспринимают. Вот поэтому вот это вот очень важно. Вот Александр Сергеевич Пушкин, ведь исходно он говорил только на французском языке. Ну, дворянин в семье всегда говорили на французском. Бабушка Ганнибал научила его русском языку, но тоже вовремя, до 12 лет. В лицее он поступал уже, умел и читать, и писать стихи, читал стихи, и старик Державин его приметил. А в лицее его звали Француз, кличка была, потому что французский он владел еще лучше, чем русским языком. То есть, ну, была такая вот история страны, что ли, когда дворяне были, русские крестьяне были такие полуфранцузские дворяне, говорящие только на французском. Многие русского языка-то не знали, тем более жили за границей бывало. Так вот, линговальный период, вещь серьезная. Мозг человека, он уж устроен, спрограммирован Господом Богом так, что вылезать туда всякими бредовыми проектами, типа в нашем КАИ все должны знать свободный английский язык, иначе диплом не выдам. Ну, шутка хорошая, да, но недостижимая. Уважаемые коллеги, вот есть такое понятие, что ли, мифы, да, исторические мифы, не мифы Древней Греции. То есть, с одной стороны, ну, есть мифы хорошие, полезные, да, вот сейчас фильм вышел, 28 панфиловцев. Это миф, в том смысле, что этого не было, да. Там не 28 их было, там была рота. Ну, корреспондент прибыл срочно на фронт, успел записать 28 фамилий. Уже армия перешла в контрнаступление на немцах, не догнать. Там Казахов была половина дивизии панфилова, не все фамилии там запомнились, там не записаны были. Не третья рота, а четвертая. Ну, танки-то кто-то остановил, разъеду Дубосекова. Ну, может, чуть дальше остановили, да, но подвиг был. Вот, и вот человек вон ковырят, вот этого не было, это такое там, да. Да, снимает Карен Шахназаров фильм «Белый тигр». Это метафора, фильм «Белый тигр», что опасность фашизма, она где-то хранится, хранится. Тут же куча вылезает народу, у тигра не было столько конков на гусенице. Вот форма пушки была не такая, такой калибр был на другой серии. Ребята, фильм не про это, это метафора. Ну, миф полезный, да, в истории, да, вот было такое время, Москва висела на волоске, но встали ребята разных националистей и грудью заслонили практически. Подольские курсанты, два училища полегли все, но на трое суток они остановили. А есть мифы совершенно идиотские и вредные, особенно сейчас вот события в Америке всякие, там, выборы и прочее. И вот постоянно в интернете кто-то вылезет. А пора ли нам вернуть Аляску-то? Мы же ее только в аренду сдавали, 99 лет. Тебе кто это сказал? Коля расторгуев песенку пел, отдавай-ка красивую Алясочку, отдавай-ка родимую взад. Еще бниктильно-великий там упоминается. При ней Аляску-то еще не открыли. Да, наши баряки открыли, это полуостров, Аляску. Была, кстати, русско-аляскинская компания, примерно как ост-индская в англичан. Но у нас был не очень мощный флот для этого. Другие суровые условия, другой континент. И при двух императорах это решалось. Ну что, как-то избавиться от этого не очень приятного довеска, хотя это как бы наше владение. Но граф Муравьев-Амурский, он изображен на пятитысячной купюре, вернее его памятник. Он писал императору, государь, широкое развитие сети железных дорог в северо-американских штатах придет к тому, что железные дороги будут везде, вплоть до Аляски. И тогда нам придется уступить наше северное владение. Пока не поздно, нужно их продать. Государь прислушался, обсудили на государственном совете. И Аляску продали, ни в аренду никакую там, ни подарок. Продали примерно за 12 миллионов вот тех еще старинных царских рублей. Ну гигантская, огромная сумма. Причем на 11 с лишним миллионов купили оборудование для железных дорог. За эти деньги. У нас они тоже активно развивались, семафоры, стрелочные переходы и так далее. Купили оборудование. И даже есть записка, в архиве хранится отчет служащего Министерства финансов, что 390 тысяч с какими-то копейками вернулись к нам в наличном виде. Никаких подарков, никаких затонувших пароходов с деньгами, с золотом не было. Все было аккуратно продано, были предназначены переговоры, деньги перечислены. На них закуплены наши железные дороги, оборудование для наших железных дорог. Да еще и наличка вернулась с остаток этой суммы. Ну кому в голову пришел этот миф, что Аляску надо вернуть, что мы ее куда-то там то ли подарили, то ли в аренду сдали. Бред собачий. Ну, чуть ли не 80% людей в него верят. А зря. Уважаемые коллеги, был такой очень интересный американский психолог Костан Леминграмм. Его монографии перевели, даже эксперимент социальной психологии очень интересный. Именно эксперимент, да. Ну, скажем, он мог такой эксперимент поставить. Вот очередь людей. В Америке тоже есть очереди. Ну, хотя бы там за билетами в театр на какую-то премьеру или еще где-то там, да, на русский балет. И вот он, ну, правда, это американская опять же ситуация. Как бы он искусственно ставил туда своего человека. С ним вставали другие люди, да. И вот если подходит к нему, присоединяется другой человек, что часто бывает, вот знакомый влез там тахально, к своему знакомому, то первые два человека могут еще там сделать замечание, возмутиться, дальше уже никто. А если поставить несколько своих человек, то потом к этому первому можно подходить сколько угодно, и никто там из не знающих, что это эксперимент, и будет возмущаться, не будет. Ну, не знаю, как у нас, попробуйте сделать, если интересно. Могут эти в морду сунуть, мало ли что. Вот, ну, был такой еще эксперимент, скажем. И мы его, кстати, повторили на улице Баумана с нашими студентами. Вот стоит человек, большая улица, пешеходная, много людей ходит и смотрит наверх, вот дома печати, ну, мы не это гостиницы, да. Вот, и ровно минуту, ну, мы засекаем время, прячемся, и смотрим, сколько человек тоже посмотрит наверх, куда он смотрит. Ну, когда он один, практически никто не обращает внимания. Потом два человека стоят минуту, три человека пять. Ну, где-то в районе пяти уже люди начинают тоже, проходя мимо, смотреть, что там, кто-то останавливается тоже, а что вы там смотрите. Вот, ну, то есть вот такой эксперимент. А потом количество людей посчитали, как у мелограмма это было, и как у нас. Не просто количество, а математическая обработка, мат-статистика, коэффициенты вычисляются. Оказалось, что наши люди менее охотно примыкают вот к этой толпе, чем американцы. Вот для них все интересно. Знаете, что-то случилось? Толпа американцев соберется, большая, приедет там скорая помощь, полиция, все, что угодно. У нас люди как-то не очень на это реагируют. Скорее пройдут мимо. То есть вот тоже такие интересные особенности. Психология. Но эксперименты в социальной психологии, они возможны, и даже очень такие корректные, жесткие, с четкими выводами, цифрами. Главное, что-то не делать артефактов, опять же, да, а точно вычистить все условия, чтобы они, только то, что мы вносим фактор какой-то в эксперимент, вот он работает, а ничего остальное не мешает. В общем, интересные события можно наблюдать вот в таких экспериментах. Уважаемые коллеги, еще раз о культуре речи, о языке. Вот, например, в интернете, опять же, комментарии читаешь, всякие статьи, может, молодое поколение, да, может, и не очень молодое. Ну, искажение просто понятия. Вот люди начинают терять нить, суть каких-то крылатых выражений, да. Просто вот пишется слово «из-под тяжка», да, то есть тайно, как-то подло. Кто-то написал «из-под тяжка». Что такое тяжок? Ты задумался об этом? Нет, «из-под тяжка», да еще поправляют друг друга, да еще говорят, у нас есть не урок русского языка, я высказал свое мнение просто. Так мнение такое как раз непонятно, потому что написалось совершенно неграмотно. И вот даже в серьезных статьях бывает такое, да, «власти придержащие» или «предержащие». Вражение звучит так, «власть придержащие», то есть люди, которые придержат власть, которые держат ее в руках нашей власти, сказали, да, вот «власть придержащие», вот так правильно, да, или там еще подобные выражения, когда вот искажаются. Поэтому здесь тоже надо обращать внимание и как-то поаккуратнее с нашим языком. Тем более, да, какое-то непонятное выражение, крылатое вроде бы, у него крылья обрезали, в словарь посмотрите, в Википедию, что ли, откуда пришло-то, почему так говорят. Поэтому здесь очень было бы камильфо, если мы так вот говорили. Уважаемые коллеги, вот еще раз может быть исторических мифов или пересечениях с историческими фактами. Вот «Великая Отечественная война», фильмы о ней, да, в бой идут одни старики, подобные, хорошие, замечательные фильмы. Ну, вот фильм, такая война, да, враги, бомбежки. И вот, ну, с чем это связано, потом вот фильм переходит, вот юнкерсы, да, бомбили юнкерсы, бомбардировщики, наши войска, наши города. Вот в конце войны ближе появился самолет «Фокке-Вульф-190» с мотором воздушного охлаждения, довольно серьезная, хорошая машина. Вот «Фокке-Вульф», их как летчики называли «Фоккерами». И тоже перешло в мемуары, там прочего, «Фоккера сбил» там и так далее. Или «Мессершмидт», ну, «Мессершмидт» вообще знаменитая, «Вилли Мессершмидт», убежденный фашист. Они причем нехитро поступили. После Первой мировой войны Германии запрещалось иметь крупную армию, не больше 100 тысяч человек, «Рейхсфер», запрещалось строить военные самолеты боевые, запрещалось корабли военные, ну, большое водоизмещение строить. Ну, немцы строили карманные линкоры, так называемые, маленькие водоизмещения, но очень хорошо вооруженные. В «Хенкель-111» бомбардировщике был пассажирский самолет, который легко переворудовался под сбрасывание бомб. Там бомбы вылетали цивилизатором вниз, потом переворачивались. Тот самолет, который «Девятаев» угнал в свое время. А «Мессершмидт-108», который «Вилли» построил, это был спортивный самолет без вооружения. Но это был практически «Мессершмидт-109». Потом осталось только поставить на вооружение, доработать, и он пошел уже с первых дней войны воевал против нас. И вот что теперь забавно. «Юнкерс-Юнкерс» вроде тоже такое имя уже нехорошее, но профессор Гуга Юнкерс, конструктор этого самолета и владелец этой фирмы, он умер еще в 1936 году. К фашистам отношения не имел. «Фокке-Вульф», самолет, фирма так называлась, создал «Курт-Танк», немецкий авиаконструктор. А «Фоккер» это совсем другой человек. Антони Фоккер это голландский авиаконструктор в совершенно другой стране. Он чем знаменит? Он создал синхронизатор для пулемета авиационного, чтобы стрелять сквозь плоскость винта, не пробивать лопасти. У «Мессер Шмидт» есть «Мессер Шмидт». Так вот, фирма «Мессер Шмидт-Бёрльков-Блом» она сейчас существует в Германии, даже участвует, какие-то агрегаты делают для европейских аэробусов. «Юнкерса» нет, и профессор Гуга Юнкерс никакого отношения к Гитлеру ни к фашизму не имел. Имя его связано с тем, что он не заслужил. Вот эти стервятники фашистские с черными крестами. Поэтому здесь действительно много таких тонкостей исторических, они накладывают уже на исторические мифы, ну и так остаются в памяти народной, в мемуарах, в фильмах, иногда совершенно несправедливым. Вот такие дела. Уважаемые коллеги, опять о казанских улицах. Так, ну здесь даже, собственно, вот сейчас не о улице будет, а есть тоже такая географическая точка в Казани, поселок Брикетный. Я даже живу там, у меня следующая остановка за моей, остановка поселок Брикетный. Что это за поселок, какие тут брикеты делали, да? Но молодежь, наверное, уже и не знает, не помнит. Был такой топливный материал. Брикеты из торфа. Торфяное болото, да? Торф собирают, там перегнившие останки растений. Из них прислали такие брикеты, продолговатые. Их продавали, как дрова им топили печь. Вот. Это давно ушло в прошлое. Вот. И вот то, что мы называем район кварталов, да? Вот это был тот берег Казанки. Напротив Кремля, можно сказать, да? Это были огромные торфяные болота. Там велись разработки торфа. Некоторые выработки сохранились. Они сейчас как озерца такие. Вот на квартале, да? Там камыши растут, водичка хорошая, чистая. Уточки дикие там птенцов выводят, гнездятся там, прилетают, улетают. В общем, все такая идиллия. Вот. Ну, когда эти болота осушили, понадобились площади под город, строительство, вот их осушили. Потом вот тоже до строительства водохранилища был такой между Казанью и Верхним условным остров Маркиз. Такой песчаный остров. Казанцы приезжали туда на лодках, там купались, загорали. Такое было место отдыха. Он был затоплен потом водохранилищем. Но в барже, везем снаряд, грузил на барже песок, его везли по Казанке. Там выкладывали уже на бывшие болота. И там по технологии что-то 2-3 года это просто лежало, должно было устояться все. Своится. Так же, как бывший пляж около издательства, где сейчас вот чаша стоит, ЗАГС, там тоже намыли песок, огородили, запрещалось там купаться, ходить, тревожить песок. Он несколько лет осаживался, потом вбивают сваи, оголовки на них ставят, и вон целый жилой массив у нас построен. То есть стоим мы как бы на бывшем болоте. Вот в память о тех рабочих, которые собирали торфяные брикеты для отопления домов, вот поселок так остался брикетный, остановка такая. Вот видите, давно ушло в прошлое, брикеты, дрова, а память сохранилась и пусть остается. Кстати, улица Дорадского, та же самая, ее когда же положили на торф, там все замерзает, она такая была самая волнообразная в мире, наверное. Там, говорят, на год эту улицу закрыли вообще, вычистили торф, сделали бетонный такой лоток на всю улицу, и туда уже клали потом асфальт, дорогу сделали. То есть трубы часто гнили, потому что там грунтовые воды рядом, трубы отопления, горячей воды все время приходилось перекладывать. Вот сейчас и трубы другие уже, и лотки сделали. Ну, в общем, вот та болотная память, она еще продолжает. Высокий уровень грунтовых вод, но ничего, район красивый, хороший, деревья растут. Вот поселок Брикетный, один из элементов, из точек нашего города. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова